тренерского штаба. Как стало известно сегодня, новый главный тренер ярославского локомотива Дэйв Кинг уже определился с одним защитником, которого на данный момент не видят в составе своей команды. Им стал Виталий Зотов, в этом сезоне кочующий между КХЛ и ВХЛ. Как сообщает ярославский спорт, Зотов вновь отправлен в пензенский дизель и уже присоединился к команде. По ходу текущего первенства высшей хоккейной лиги молодой ярославский защитник провел за пензенцев 12 матчей, в которых очков не набрал, но заработал показатель полезности плюс 3. Вернулся в локомотив Виталий по решению Петра Воробьева и успел сыграть в континентальной хоккейной лиге 25 встреч с одной результативной передачей и показателем полезности плюс 1. На сборе в гармиш Партенкерхене Виталий принимал участие в двух из трех матчей локомотива, причем в тех, которые железнодорожники выиграли. Отличившись точным ударом, он все-таки подписал с Шинником, но сыграть за ярославскую команду сможет не раньше лета текущего года. Сегодня стало известно, что нападающий курского авангарда Иван Подоляк станет новичком одного из лидеров футбольной национальной лиги. Новичком в перспективе. Стороны договорились так, что нынешний сезон футболист доиграет в родной команде, а в Ярославль переедет перед началом следующего сезона. 23-летний форвард выступает в авангарде с 2007 года. За это время во всех официальных турнирах Иван сыграл 127 матчей и забил 19 голов. В первом дивизионе на счету форварда 4 игры. В 2010 году Подоляк был командирован в аренду футбольный клуб «Металлург-Оскол». За клуб из Белгородской области нападающий сыграл 13 матчей и забил 4 гола. В нынешнем сезоне за авангард футболист провел 13 игр и забил 6 мячей. О спорте на этом все. Далее в программе прогноз погоды. Субтитры делал DimaTorzok